Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодняшний субботний день — это последняя суббота Великого Поста, когда служатся особые заупокойные богослужения, последняя так называемая родительская суббота. И поскольку мы прощаемся с заупокойными богослужениями на более или менее продолжительный срок, до послепасхального периода уже, то есть смысл остановиться мыслью как раз на теме погребения, смерти и некоторых вещей, с этим связанных. Есть в сербском народе один из святых, близких нам по времени, которого сербы называли по достоинству новым златоустом. Это епископ Николай, фамилия его Велимирович. Он написал много полных глубокого смысла произведений, проповедей. И есть у него обширная переписка с духовными чадами, которая издавалась отдельными изданиями. Миссионерские письма епископа Николая. Вот в одном таком письме он отвечает женщине, болью сердца которой было то, что сын ее погиб на войне, а она не знала, где могила своего чада. Вот он пишет ей следующие слова примерно. Пишет, успокойся, дорогая мать, «Выйди за порог твоего дома и коснись рукой у земли за этим порогом. Ты коснешься края могилы твоего сына. Весь мир – большая могила, но души его там нет. Если любишь его по-настоящему, окажи ему помощь молитвой, посильной милостыней, посещением храма, другими благочестивыми делами». Говоря таким образом, он, безусловно, утешил ее и сегодня дал нам урок. Действительно, весь мир – это одна большая могила. Часто мы можем жить могилами или ходить по ним, не зная этого. Нередко в истории бывали случаи, когда, завоевывая ту или иную территорию, захватчики сравнивали с землей кладбище, которые всегда были священными местами для людей, или в силу разных других причин над кладбищем проходили дороги или кладбища заливались водой и образовывались водохранилища, или вбивались сваи и строились дома. Но не секрет, что советская власть отличалась такой простотой и грубостью в отношении этих священных предметов. Нужно класть теплотрассу. И вот пошел экскаватор, вырывая из земли кости мертвых людей. Нужно проложить дорогу. И вот пошел каток и заасфальтировал бывшее священное место, политое слезами и согретое молитвами. Мы можем жить на могилах, мы можем ходить по ним, потому что вся земля, везде, где живет человек, это маленькая голубая с космоса планета, грустная планета, царство смерти, только на ней умирают. Она вся посеяна костями человеческими. И действительно, коснувшись земли за порогом нашего дома, мы касаемся чьей-то могилы. Этой женщине святой Николай говорит также такие слова, чтобы она ухаживала за чужими могилками, чужих солдат, чужих сыновей, которые в обилии во время после войны были возле каждого села и каждого города, в надежде на то, что кто-то в неизвестной стране, в неизвестном селе или городе будет также ухаживать за могилой ее сына. Кладбище, похорон, заупокойная молитва – это то, что делает человека религиозным. Как бы ни вытравливали из человека веру, смерть возьмет свое и заставит человека подумать о вечности, сожмет его сердце скорбью и выдавит из нее хотя бы одну каплю молитвы. Сегодня, когда мы совершаем все эти священные обряды, связанные с погребением, поминанием усопших, многое хотелось бы делать лучше и правильнее. Неоднократно случаются вещи, когда люди погребают своих родных, не уделяя им христианского погребения с молитвой. Не зовут священника, не совершают заупокойное богослужение, и потом уже только опомниваются, приходят в храм для заочного отпевания. Есть много людей, которые погребены так просто, как у одного поэта сказано так грубо и правдиво, лишь мясо в яму. Как будто не было человека, как будто вечная память о нем стерлась, и он уже причислился к несущим. Ведь у Бога нашего мертвых нет. Есть такая радостная строка в Евангелии, говорящая, что Бог ваш не есть Бог мертвых, но Бог живых. Все живы у Бога. И вот нужно помнить о своих покойниках, и вечная память о них, соединяемая с молитвой, это залог вечной жизни в Боге. И так нужно, безусловно, сопровождать священный момент перехода в вечность молитвой заупокойной и помощью церкви, человеку, уходящему на суд к Богу. Многие поминают покойников водкой, нечестивый, скверный обычай, который нужно искоренять, и ради этого стоит потрудиться. В древности язычники приходили на могилы своих родных и устраивали там тризны, заупокойные попойки. Ели, пили, а потом нередко начинали иногда и петь песни. Так бывает на наших отпеваниях, вернее, на застольях, которые идут вслед за ними. Поминание усопших водкой – это нанесение покойнику обиды. И, безусловно, и грех всем тем, кто пришел на это поминание. Необходимо войти и выйти с дома, где был плач по мертвому человеку, трезвым. И главное, что поминать означает молиться, а не сесть за стол и есть, пить, в конце концов забывая, куда пришел. «Сердце глупого, – говорит премудрый Соломон, – в доме смеха. И смех глупых, как треск хвороста под котлом. А сердце мудрого – в доме плача по умершему. Ибо таков конец всех живущих, и мудрый приложит это к сердцу своему». Есть еще один обычай, уж совсем не вписывающийся в рамки христианства. Библия говорит нам, что Господь створил человека, взявший прах земной от земли, и согрешившему Адаму сказал «земляйся и в землю отыдевши». Вернуться нужно телесному составу в землю, в земле превратиться опять-таки в нее, и потом быть воскрешенным из земли, из праха подняться, как зерно, воскресающее в виде колоса. Сегодня часто покойников сжигают, придумывают этому различные оправдания, то ли борясь за свободные, незанятые кладбища и места, то ли подозревая некую мифическую заразу в мертвецах, значит, желают, истребляя огнем тела умерших, принести некую пользу, то ли экологии, то ли еще чему-нибудь. Нечестивейшие обычаи предавать покойников огню сегодня существуют и среди христиан. Тоже великая обида усопшему, развеивание его в прах, превращение его в горсть красного порошка. Как ни странно, человек, действительно, слово «адам» означает «красная глина». И вот человек, которого предали огню, если кто-нибудь видел это жуткое зрелище, то остается с ним всего лишь две пригоршни красной пыли, красного порошка. Нельзя этого, безусловно, делать. Человеческое тело священно, это храм, это зерно. Он должно лечь в землю, дождавшись весны, воскресенья. Много священного, важного и глубокого связано с жизнью нашей и со смертью нашей. Диалектически жизнь и смерть связаны неразрывно. Мы, безусловно, живем для того, чтобы потом умереть. Мы, безусловно, и умираем для того, чтобы жить. Это новость и радость, которую нам приносит Святое Евангелие. Итак, мы закончили заупокойное богослужение в этом Великом Посту и начнем молиться за усопших наших уже только после отдания Пасхи. А до этого нам предстоит приготовление к пасхальной радости и, собственно, сама пасхальная радость, которой я желаю всем нам, братья и сестры, поскольку пасхальная радость — это празднование умершления смерти. Так мы запоем в День Пасхи смерти, празднуем умершления и нового жития вечного начала. Доброй ночи и до встречи!